Сегодня в 8 утра начался наконец-то долгожданный дождь. Он не сильный. В полдевятого ливануло побольше. Ну и небо, посмотрите-ка, прояснилось уже довольно большими кусочками. Ну, надеемся, скоро этот дождик закончится. Здравствуйте, меня зовут Элина, мы отдыхаем в Геленджике. И сегодня идем прогуляться на верхнюю набережную, там где открытое море. На улице очень свежо после дождя. Он прекратился, но остались вот такие небольшие лужи. Давай, кушай, не стесняйся. Такой хороший рыжий котя, но дикий, боится подойти. А почему ты тут один? А где еще твои друзья? Вот молодец, давай, питайся. Проходим по территории парка развлечений. Выходим на набережную. В районе пляжа Дельфин. Это ближайший пляж к нашему отелю. И начинаем продвигаться в сторону оконечности толстого мыса. Вот такое дождевое небо сейчас над бухтой. Я думаю, что все-таки дожди и грозы сегодня будут. Гром периодически громыхает. А в другой стороне, за пределами бухты, вот такое уже яркое солнышко. Температура воздуха 23 градуса. Очень комфортно. Девушки, фонтан и балерина. С добрым утром. Минуем пляж 2К24. Посмотрите, какой мокрый песок на пляже после дождя. Фонтан на пересечении улиц Гринченко и Революционной с живыми рыбами. Посмотрите, его, видимо, только что почистили. Очень хорошо видны рыбки. Чистят его где-то один раз в неделю. Но уже на третий день вода получается мутная. И снять ничего невозможно. А сейчас видите, какая красота? Все караси на месте. И еще один претендент на наш корм. Ну, это, наверное, кошечка трехцветная. Милашка. Интересно, будешь ты корм из пакетика влажный? Кошка такая неплохая, упитанная. Ну, лениво так ест. Перекормленная, что ли? Проходим мимо пляжа Багамы. Это такой узкий, галечный пляж. С не очень хорошими заходами в море. Тут большие камни. Можно себе ногу снести при плавании. А слева множество кафе. На любой вкус. Это ресторан грузинской кухни. Ну, а вот здесь углебар. Любой гриль на ваш вкус. Хоть шашлык, хоть из морепродуктов. Доходим вот до этой широкой части набережной. Как видите, дома корабли. Или еще их называют утюги. Из-за их такой своеобразной формы. И сейчас мы выйдем на пересечение с улицы Крымской. И поднимемся наверх, к верхней набережной. Обратите внимание, какое сегодня спокойное море. Никакой волны. Ветра практически нет. Очень легкий такой ветерок. Красота! Вот она, улица Крымская. Уходит налево вверх. Нам туда. Вот они, дома корабли. Они остаются слева. А мы идем по другой стороне улицы. Для тех, кто бывал хотя бы один раз в Геленджике, конечно же, знает, что открытое море там есть. Но для некоторых это будет откровение, что Геленджик это не только бухта. Ну, в общем, идем туда, и я вам покажу это самое открытое море. Вот эта церковь находится на пересечении улиц Крымская и Красногвардейская. Вот мы сейчас Красногвардейскую и пересечем, и будем подниматься выше и выше. По пути встречаю вот такой развал с овощами и фруктами. Давайте посмотрим цены. Манго 250, виноград по 250. Дыни торпеды по 100 рублей. Арбузы по 50. Персики по 200 и по 250. А это уже другой развал. Здесь яблоки по 120 рублей. И вот остальная продукция. Проходим Росгео, Институт гидрогеологии. И идем дальше, выше. Прямо перед нами открывается ЖК Черноморский и Черноморский 2. Новые современные дома. Не так давно выстроено. На нижнем этаже во всех домах всякая разнообразная коммерция. И вообще здесь как будто бы город в городе. Все автономно. И автобусы сюда ходят, и магазины всякие в наличии. Ну, в общем, вы сами все видите. Все-все есть. Вы знаете, я всегда показывала вот ту улицу. А во дворах этих домов мы никогда не были. Пойдемте посмотрим, как здесь все благоустроено. Интересно же? Во дворах очень много машин. Как вижу, здесь есть подземные паркинги. Дома выглядят очень симпатично. Такие кованые решетки у балконов. Дома расположены довольно тесно друг к другу. Вот, посмотрите. Совсем небольшой промежуток между ними. Есть вот такие симпатичные зеленые зоны. Их, правда, немного, но есть. Имеется вот такая небольшая детская площадка. А вот посмотрите, какая здесь детская зона. Я не понимаю, это может быть детский садик? Но самого здания я не вижу. Может быть, он находится вот здесь, за этой дверью. Симпатично. Я смартфон за решетку просунула. И вот показываю, как у них здесь все здорово. Дома разные этажности. Но очень высоких я не вижу. Все дома сделаны примерно в одинаковом стиле. Хотя каждый имеет свои особенности. Какие здесь интересные полукруглые секции. Наверное, за ними балкон, лоджия. А может быть, такое панорамное остекление комнаты. Не знаю, не подскажу. Та детская площадка была не одна. Вот еще одна. И чуть дальше виднеется еще. Так что для детей здесь все очень хорошо оборудовано. Вот еще один небольшой зеленый островок. И напротив несколько деревцов. Ну, вообще, конечно, насчет зелени здесь бедненько. Прямо по курсу я вижу большой стадион. И здесь даже есть те, кто занимается спортом. Вот парень бегает. Мужчина с мячиком. И ребенком. Вот это ничего себе. Я думала, Джилатиама только на улице Ленина. А они, оказывается, открыли второе заведение. Вот здесь. Джилатиама – это кафе итальянского мороженого. Ну, там и десерты есть. И кондитерская имеется. А еще здесь фонтан есть. Но он почему-то сегодня не работает. И вокруг фонтана очень красивая живописная зона. Вот такие насаждения. Полуарки с колоннами. В общем, очень приятное место. Думаю, что жители этого микрорайона любят здесь гулять. Я люблю Геленджик. И таких любителей много. Вот фотографируются. Значит, согласны с этим. Переходим проезжую часть на другую сторону. И перед нами открывается открытое море. Сейчас я вам его покажу с этой точки. Вот такие здесь наклоненные деревья. Их так наклоняет сильный ветер. А вот оно, открытое море. Здесь смотровая площадка. Можно все отлично обозреть. И вот такие здесь отвесные скалы. Благоустроенных пляжей здесь нет. Все пляжи только в бухте. Мы идем налево. И сейчас подойдем к диким местам. К необлагороженным набережной, как вот здесь. Видите, вот там строительная техника. По-моему, это делают новые очистные сооружения. Вроде бы обещали. На той стороне возле домов имеется вот такая ротонда. Там можно приятно пофотографироваться. А мы сейчас подходим к ресторану, который называется «На Круче». Само это место называется «Круче». Ну и ресторан также. Продолжение следует. А вы посмотрите, какая тут табличка. Олива европейская, возраст более двухсот лет. Вот в таком она кувшине растет. Посмотрите, как зелень стелется по стенам. А вот такой симпатичный вход в ресторан. На крыше аист. А на другой стороне, возле дома, вот такой колодец. Но я думаю, что он не настоящий, декоративный. Около колодца. Вот такой островок зеленый. А давайте-ка посмотрим, подойдем поближе. Настоящий он, нет ли? Цепочка вроде бы есть. Даже не знаю, что вам сказать. Кто знает, пишите. Может быть, он действующий все-таки колодец. Сейчас мы пройдем вот по этой тропиночке, повернем направо и увидим дикие места. Ну, а вот там прямо находятся очистные сооружения. Вот оно начинается. Это самое неухоженное место. Пойдемте спустимся по тропинке. И вот посмотрите, какие здесь стоят высохшие голые деревья. Это они не справились с ветрами. Я подошла к самому краю этой отвесной кручи. И вон показываю море. Посмотрите, какое оно разнообразное. Оттенки, каких только на свете может существовать. Виднеются яхты. А там где-то далеко-далеко. Это уже в районе Новороссийска. Стоят грузовые корабли. И отсюда виден маяк. Это на самой оконечности толстого мыса. Давайте еще раз заглянем вниз. Страшновато. Здесь есть оборудованное местечко. Ну, видимо, жители вот этих вот близлежащих ЖК организовали себе место для отдыха. Здесь частенько жарят шашлыки. И устроена вот такая смотровая площадка. Но что я вижу? Какой-то ужас. Прямо свалка. Интересно, кто все это устраивает. Вот люди же сами здесь отдыхают. Неужели им приятно? Хрю-хрю. А работа здесь кипит вовсю. Экскаваторы. Обратите внимание, как далеко здесь расположены дома. А вокруг, кажется, пустырь. Но это санитарная зона. Здесь строить ничего нельзя, потому что очистные сооружения. Вот там. Но этот пустырь не совсем пустырь. Это поле. Его засевают чем-то. Вот, как видите, уже заскирдовали. Эта дорога упирается прямо в очистные сооружения. Дальше уже идти нельзя. А смотрите, какое я здесь нашла инжирное дерево. Тут даже плоды инжира есть. Но я потрогала, они совершенно твердые. Еще не вызрели. Поворачиваем и идем на верхнюю набережную. Сейчас опять гром громыхнул. Но я предусмотрительно взяла с собой зонтик. Ежели что. Что скажу на тему запаха от очистных. Вот в данный момент я его не чувствую. Но я, как говорится, здесь бываю редко. Скорее всего, о запахе могут сказать жители вот этих домов. Ой, посмотрите, какой кот. Как выпрыгнул из сухой травы. Иди, покормим. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ой, это еще котенок-подросток. Ну, конечно. Полизаться это важней. Так смешно. Ходит вокруг. Наверное, хочет приласкаться. Ручной дается погладить. Костя ему еще вместе с паштетом сухого корма подсыпал. Пусть ребенок поест от пуза. Вот мы и вышли на верхнюю набережную. Она благоустроенная. С балюстрадой, фонарями. Все выложено плиткой. Здесь настолько крутые берега, что постоянно вот такие таблички размещены. И действительно опасно для жизни. Каждый год здесь разбиваются люди. И это не фигура речи. Какие машинки здесь проезжают. Посмотрите-ка. Кабриолеты. Трава, между прочим, тоже не выдерживает здешних ветров. Посмотрите, это уже не трава, а просто сено. Ни одной зеленой травиночки. Вот опять предупреждение, что за перилами опасно. Ну и в самом деле, посмотрите. Вот здесь вообще-то спуститься можно. Но вы подвергаетесь большому риску. Подходим еще вот к такой большой полукруглой смотровой площадке. Здесь небольшой киоск с всякой мелочью мороженым, прохладительными напитками. Будочка для моментального фото. Пожалуйста. Кому интересно, фотографируйтесь. И открывается вот такой обзор на открытое море. Горизонт без края. Ну а здесь начинается зона сквера. Вот это основная дорожка, набережная. И чуть глубже узенькая дорожка. Она тоже вымощенная. Можно идти там, под сводами деревьев. Давайте по этой узенькой дорожке я и пройду. Море у меня слева. Жилые дома справа. Идем вперед. А впереди я уже вижу скульптуру дамы с собачкой. Вот еще один выступ со скамеечками. Здесь постоянно кто-то сидит, отдыхает. А тут есть и вот такая живая собачка. И она чем-то напоминает ту самую, которую у дамы с собачкой. Сейчас я вам ее покажу. Так заботливо вот этой балюстрадой обошли деревья, чтобы не повредить их корни. Видите, она выпукло выступает. Вот сюда. Дамочка, привет! И тебе собачка тоже. Вот посмотрите. Правда напоминает ту самую живую? Посмотрите-ка. Руку ей залечили. Мы тут были в июне-в июле. Рука была безнадежно сломана. А сейчас ее как-то постарались подштопать. Но, по-моему, не очень удачно. На той стороне дороги, сквозь деревья, просвечивает еще одна ротонда. А вот с этой точки можно увидеть маяк поближе. К самому маяку подойти не удастся. Там пограничная охраняемая зона. И не пускают никого. Вот, посмотрите. Из бухты Геленджика вышел прогулочный теплоход. Это вас обещают отвезти в открытое море. И везут сюда. И на бананах везут сюда. Людей высаживают с бананов. И они здесь купаются в открытом чистом море. Давайте бросим последний взгляд на участок открытого моря. И будем возвращаться в бухту. Нам вот сюда. И уходим налево. И мы попадаем вот на такую красивую улицу. Посмотрите по обеим сторонам. Пицунские сосны, которые смыкаются и образуют шатер. Зеленый, приятный. Запах здесь такой чудесный. И посмотрите, сколько опавших сосновых иголок. Они такие рыжие, их много. Такое ощущение, что образуют подушку из иголок. Проходим мимо центрального входа отеля Метрополь. Гранд-отель Геленджик. Вот там за деревьями виден кусочек его центрального здания. Я вам с другой точки его покажу. И тут еще есть другие корпуса. Они этажности поменьше. А слева за деревьями маячит маяк. Уж простите за тавтологию. Здесь тупик. Есть дорога только направо. Дорога в бухту. Продолжаем движение по этому живописному участку. Со всех сторон зелень. Тишина, красота. Вот такие фонари. Корпуса Метрополя. Посмотрите, какие у них здесь балконы. Корпуса эти двухэтажные. Вот эти деревянные тумбы ограничивают движение транспорта. Ну а мы спокойно мимо них пройдем. И, кстати, вот он центральный корпус Метрополя. У них такая красивая территория. Ну отсюда, по крайней мере, я вижу, что это так. Вот такие деревья. Сейчас подойду с другой точки. Просуну смартфон за решетку. И постараюсь вам показать. Ну а напротив тоже какое-то красивое здание. Но я даже не знаю, что это. Может быть, это какая-то частная территория. Частное владение. Столько спортсменов. Не первый раз уже встречаю. Продолжение следует. Ну а впереди я уже вижу выход в бухту и блюстраду набережной. А это местечко имеет адрес. Переулок Прибрежный. Посмотрите, какие интересные здесь колонны. Приятный такой домик. Интересно, чей. Там на территории есть детская площадка. И, собственно, здесь метрополь заканчивается. Бухта-привет. А вон и какая-то яхта отправилась в открытое море. Отсюда виден выход из бухты. Вот оно, горлышко. На той стороне тонкий мыс. Это там, где аэропорт. Ну, пойдемте по направлению к центру бухты. И я вам покажу пляж отеля Метрополь. Мы, возможно, там сегодня даже искупаемся. Но обзор этого пляжа я сниму отдельным видео. Костя устал ходить. Расслабляется. А этот скверик с памятником пограничникам южных рубежей. Пляж Метрополь имеет как бы две части. Вот это одна. Ее вид с набережной. Вот это один из входов на территорию пляжа Метрополь. Пойдемте посмотрим на второй вход. Ну, а вот он, собственно, второй вход. Вот он со ступеньками. А вот так с набережной выглядит вторая часть пляжа Метрополь. Хорошо мы с вами сегодня прогулялись. Увидели открытое море и верхнюю набережную. Спасибо всем, кто был со мной. И пока! Продолжение следует...